Доброго времени, дорогие друзья! Это вечер на Спасе, главное на сегодня. И всегда провожаем уходящий день вместе с вами. В октябре на улицах французской Тулузы показали шоу «Хранитель храма. Врата тьмы», во время которого огромные фигуры демонов прошли через весь город. Это были роботизированные куклы в образе мифологических существ. Лилит – полуженщина-полускорпиона с лапами паука и рогами барана. Еще одной паучихи – Арианы и Минотабра Астериона. Главный акцент на рекламном плакате этого представления организаторы сделали на цифре 3, символизирующей по их версии сатанинскую троицу. Три главных героя изображены в проеме двери тьмы, соответствующие в антураже вокруг них ходячие скелеты, ангел – красное существо с головой теленка и охваченное огнем храмы. Дверь, как обещали авторы идеи в анонсе мероприятия, в течение трех дней будет открыта, и зрители, если они этого захотят, смогут попасть в ад. А главные герои станут их проводниками в преисподнюю. Католическая церковь не прошла мимо этого сатанинского праздника, она выпустила предупреждение для верующих. Цитата. «Это часть тотальной инверсии ценностей, которую сейчас переживает наш мир. Меня это не пугает, но вы знаете, что сатана повсюду». Если нам не хочется смотреть все это, то нам придется отсиживаться дома три дня. Огромные размеры сооружений не позволяют избежать этого печального зрелища. В мире полном разделении войн это влечение к тьме пробуждает старые страхи. Друзья, добрый вечер. Здравствуйте. Вы посмотрели такое, значит, нечто мультяшное на самом деле, и мне казалось, что вот-вот сейчас, где-то вот в финале выйдет Архангел, и мечом, значит, все это порежет. Очень хотелось. Но, видимо, нет, они ожидали другого. Было бы мне очень страшно, если бы вот нечто подобное мне в окно заглянуло, я смотрю, они очень близко к окнам подошли. Но если серьезно, вот эта инверсия ценностей, откуда она взялась, и в каком сейчас она состоянии во Франции, и почему вообще она произошла? Отец Геннадий, ваши мысли об увиденном? Ну, меня не удивляет, что это произошло во Франции. Меня больше бы удивило, если бы это произошло у нас. Хотя у нас какие-то тоже элементы пытаются ввести. А мы об этом говорим. Да. А Западная Европа, она давно уже двигается по пути. Вот знаете, вот если есть окна Авертона, их открывают, то это уже распахнутая насчешь. Людей привычают к тому, что сатанизм – это нормально, это хорошо. Сатана – это… Ну, смотрите, вот же что, ничего страшного. Это давно и давно разработанная вот сатаной самим вот эта технология, когда людей приучают к тому, что все хорошо, все нормально. Даже если взять вот нашу недалекую историю, да, в советские времена, помните, журналы «Крокодил», «Перец», да, где там карикатуры, вот бесы, они такие все милые и так далее, то есть с ними можно договориться, все, нет, невозможно с ними договориться. И вот это вот, вот эти все изображения, это, знаете, сатана, он всегда, копирует Бога, да, и понимая, что, вот, допустим, в свое время, когда князь Владимир выбрал православие не только потому, что по духу, да, но и ему очень понравилась сама служба, как это торжественно, как это красиво, как это зрелищно, да, так и здесь как к людям достучаться? Это посредством зрелища, шоу, вот смотрите, как это все красиво, как это интересно, люди сбегаются посмотреть на это, это же действительно интересно, да, на такую штуку посмотреть, а как она работает и так далее. И это постепенно в сознание внедряются вот эти вот сатанистские идеи, что все нормально, мир сатаной, это естественно. Но ведь сколько интересного можно показать? Можно показать какие-то состязания, соревнования, что-то яркое, что-то божественное, в конце концов. А мы показывают людям сатанистов. Причем постановка-то серьезная, сколько технических средств задействовано. И все это, смотрите, люди готовы были, они все снимают с восторгом. Я вижу, как они снимают на видео, фото, фотографируются напротив, там селфи делают. Отец Левян, неужели уже Европа, в принципе, безвозвратно ушла в эту сторону? Ну, ладно, дело добровольное, вот вы пока говорите, что люди сами снимаются, это радуются, видят, хотят, снимают, не хотят. Я думаю, таких людей в Европе, которые они хотят, тоже очень много. И вообще здравых людей в Европе очень много. Когда проходила Олимпиада в Париже, мы видели, что огромное число людей потом вышли с пением, уже после того, как Олимпиада состоялась, вышли с пением псалмов, духовных песнопений. В основном это католики и, может быть, какие-то протестанты-традиционалисты, которые молились о том, чтобы Господь избавил их землю от всей этой нечисти. Но, к сожалению, эти люди, которые последние консерваторы Европы, не имеют доступа к управлению Европой. Правят там балу совсем другие люди. Давайте вспомним кадры Олимпиады, тоже об этом поговорим. Католические священники вроде бы и высказываются против подобных зрелищ, но ощущение, что они достаточно активны. А почему нет борьбы? Богдан Анатольевич, вы как считаете? Я считаю, что потому что общество Франции, вообще в Западной Европе глубоко секулярное, фактически, ну, либо безрелигиозно, либо всерелигиозно. То есть оно воспринимает абсолютно все традиции, оккультизм, в том числе и в таком виде, как нечто единое целое. Ну, все, все одинаково. Поэтому, конечно, утратив католическую христианскую традицию, утратив католическую, ну, или протестантскую, но все же христианскую идентичность, Европа скатилась вот к этому. Ну, и, кстати, это ведь не первая Олимпиада, где такие сатанинские символы. Если вы вспомните Олимпиаду в Лондоне, то там на стадионе была тоже гигантская фигура смерти с косой, по-моему. Там предсказывали вроде бы ковид, ну, такую конспирологическую версию. Там был показан госпиталь с мертвыми детьми. Это была Олимпиада еще до той, которая происходила в Париже. Проблема другая. Зачем все это вот сейчас так показывают активно в виде символов? Вот такой вопрос хочется задать и устроителям Олимпиад, и устроителям этой выставки. То есть, в принципе, настолько яркая демонстрация и настолько явное внедрение этого общественного сознания неизбежно должно вызвать какую-то реакцию, какое-то сопротивление. Ну, видимо, это тест. Будет это сопротивление или его уже в Европе фактически нет? Вы как думаете, будет? Есть какая-то надежда на то, что будет? Есть, надежда есть. Но я еще могу сказать, что в Восточной Европе этих надежд больше. Потому что и в Словакии, и в Польше, и в других странах Восточной Европы далеко не всегда в прошлом социалистических, там все-таки традиционализма больше. Проблема в том, кто кого переквасит, кто кого переломит. Как следует относиться к таким представлениям, которые показали в Тулузе? И что это все значит, узнаем у нашего следующего собеседника. С нами на связи религиовед Игорь Викторович Иванишко. Игорь, здравствуйте. 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 Ну, к чему этот пара сатанизма? Расскажите нам, потому что мы вот сидим и не понимаем, к чему катится Европа. Ну, следует отметить, что главный художник данного мероприятия, организатор, в своем интервью указал, что изображающие данные ходящие ароматизированные существа действительно имеют отношение к тематике и мифологии сатанизма. То есть он указал, что вот Лилит, один из тех объектов, таких художественных, которые использовался при этом в неком сатанизском шествии, в Лилит он изобразил хранительницу тьмы и при этом специально изобразил с перевернутым крестом серега, которая располагалась. Паучиха Ариана здесь по одной сатанистской традиции изображает богиню Иштар, такое центральное женское божество сначала Акадской мифологии, потом уже в эзотерических трактовках сатанистов, богиня плотской любви, войны, распри. По части сатанистской традиции это паучиха не Ариана, а более правильно Арахна. Это та девушка, которая в греческой мифологии бросила вызов богине Афине, проиграла спор, повесилась. Афина превратила ее с помощью зелья Гекаты. А Геката – это богиня, отвечающая за магию, колдовство, за связь с подземным миром. То есть она ее превратила в паука, и поэтому вот эта вот тварь, которая в виде паука символизирует самоубийство, призывает тщеславию, гордыню и богоборчеству, потому что вот был вызов богине Афине. А сатанисты это все используют, ну, соответственно, перерабатывают Акадскую мифологию, Каббалу как раз для своих целей. А что касается центрального персонажа, то есть на плакатах он изображен в виде такого быка, да, это Минотару Астерион, либо по-другому Астери, он является таким неким вариантом образа Молоха. То есть мы знаем, что Библия запрещает под страхом смерти отдавать детей на служение Молоху, это в книге Левит, а также во Второзаконе. И вот поклонение Молоху наказывается наряду с гаданием, колдовством и другими мерзостями язычества. И хочется вернуться все-таки к тому, насколько продуманный этот был шаг, сколько тайных смыслов оказывается, не просто показать роботов-демонов. Да это просто не честь по улицам ходила, воплощенная. Кто-то прописал прям целый сценарий. И кому это выгодно? Кто заказчик? Как вы считаете, Алексей Сергеевич? Я считаю, что бездуховное общество, которое сегодня в Франции сформировалось, надо посмотреть, когда загорелся собор Парижской Богоматери, а через два месяца опять загорелся на сто лет более ранее построенный собор, Франция не сделала никаких выводов. Франция посчитала, что сатанизм, идущая вот эта война на Украине, так сказать, все обмечания Европы, люди, которые сегодня бесцельно блуждают о том, что был в Грузии перед выборами, тоже, так сказать, наши бывшие друзья, соотечественники, не понимают смыслов. Много всяких грантов, много всяких слов, а кроме России их никто не любит. Кроме Советского Союза они никогда не были счастливы. Франция сегодня пытается создавать для себя какие-то феодальные смыслы, где-то неаконны, не могут проявлять на них, с точки зрения каких-то новых моральных ценностей, но при этом они являются бафометцами, поклонниками этой сатаны. Вот эти картинки, они больше для детей через шоу, действительно, как театрализация существующих бездуховностей, которые пытаются людей переформатировать, вот эти символы сатаны, которые реально приходят нам через конкретные картинки, да, и картинки в виде образа, в виде эмоций заставляют всех воспринять это, как действительно существующую реальность. То есть, если подводить итог, то сегодняшний искусственный интеллект это как бы воплощение того сатаны, которую сегодня никто не может не просчитать ни в глубинном, ни в машинном обучении, ни через генеративные нейроалгоритмы, а это, так сказать, реальность, которая сегодня навязывается и подменяется в той существующей нашей физической реальности, которая будет нами одолевать и, так сказать, заставлять верить в те ценности, которые для нас неприемлемы. И кто, так сказать, верит в Господь Бога нашего Христа, спасет, тот спасется. Кто нет, будет в эти картинки все больше погружаться во зло. Хорошо, что не такие масштабные, но все-таки в России тоже устраивают подобные. Реакции. Об этом поговорим после паузы. Оставайтесь с нами. Это «Вечер на Спасе». Мы продолжаем разговор в студии. Гробы, скелеты, катафалки. В уцелевшей части Крокуса в Подмосковье провели международную ритуальную выставку форум «Некрополь-2024». Площадка была заполнена ритуальной атрибутикой, большим количеством гробов, скелетов, венков и катафалков. Компании-участники выставки не только представляли свою продукцию, но и показывали целое шоу. Не обошлось и без сатанинской символики. Посетителям предлагали купить черепа с рогами, сфотографироваться с перевернутым крестом и даже полежать в гробу. Вот что говорит посетительница выставки, захотевшая острых ощущений. Участники общественного движения «40-40» специально пришли на выставку, чтобы потребовать от мастеров ритуальных услуг не глумиться над чувствами верующих. Мы напечатали специально длинное покрывало, во всю длину увидели картинку. По-другому уложить покрывало перевернутым зрителям, посетителям, это невозможно. Все, убрали. Я обратно повешу обязательно. Александр, вы там были. Поделитесь своими впечатлениями, что вы там увидели, что вас больше всего возмутило. Да, мы сегодня были, буквально несколько часов назад. Я оттуда сразу приехал сюда. Но то, что было до этого, за несколько дней, этого мы не увидели, вот этих танцующих полуголых мужчин с крыльями, с рогами. То есть шоу-то было, судя по фотографиям, еще ярче. Но, видимо, повлиял общественный резонанс, которое неравнодушные граждане нашей страны православные, да и не только православные, как бы не дали это пройти молча этому событию. И мы подошли к этой экспозиции, к выставке, пообщались с руководителем, с некой девушкой, которую зовут Оксана. Название было изменено. То есть до этого было написано, как там, столица русской смерти. Вот именно ее экспозиция. Да, вот это где вот как раз гроб, там с крыльями лежат. Да, это перевернутый крест. Да, я пытался понять, мне было интересно даже чисто по-человечески, что движет таким людьми, ну, потому что еще года не прошло, как там мы с братьями молились об усопших литью, там, под дождем, и в виде рыдания близких, кто потерял людей, ну, сами понимаете, скорбь, да, страшная трагедия. И здесь мы видим обнаженных мужчин, пляшущих с рогами. Ну, и какое-то такое биполярное расстройство. Это как-то так, здесь одно, там, другое. На что мне ответили, вы все раздуваете, это часть шоу, это театральное шоу, вы же в театр ходите. Я говорю, ну, в такие, слава богу, нет. И то есть человек, мы пытались объяснить, там, оказалось, она два года назад была крещеной девушкой, да, мы говорим, ну, сестра, ты как бы куда-нибудь не в ту сторону копаешь. Нет, мы интересуемся, вот это мой хлеб, мы интересуемся по всему миру, как там, у кого какие похороны, какие ритуалы, там, и все в этом духе. Я говорю, ну, ты поинтересуйся лучше тысячелетней нашей православной историей. Поинтересуйся. Ну, там такая броня, то есть тяжело общаться. Мы как бы культурные. И также мы подходили вот к этой палатке, вот я увидел, вот это ритуально покрывало перевернутое, то есть, ну, это конкретно такое кощунство. Я говорю, подошел, по-человечески предупредил, там, парень был, я говорю, слушай, братья, я говорю, давай, я говорю, 15 минут, я говорю, решить вопрос, я говорю, ну, мне неприятно видеть своего спасителя на полу, там, перевернутым. Я говорю, ну, это для меня все, цель моей жизни. Связался с руководством, подошла вот эта барышня, которую мы сейчас видели на экранах, в итоге у нас без камер произошел там где-то минут 15-20 диалог. Опять люди в этом не видят ничего такого. Да мы видим, она же улыбается. Я тоже того, я тоже всего. И говорит, я сейчас все верну на место. Да, то есть, страшно. Их и жалко, и в то же время просыпается какое-то чувство, ну, как, моего Господа, опять вот-вот попирают. Здесь также у нас СВО парни гибнут, матеря, дети, скорбят об отцах, матеря, о детях. И мы видим вот это опять шутки со смертью, но это неприемлемо вообще. Жалко, потому что, ну, я скажу, может быть, остро и горько, но в голове там сквозняк, походу, у всех, кто там собирается. И если говорить о том, как учредители таких фестивалей добиваются места, аренды и договариваются с властями о том, чтобы провести, то мы понимаем, что какой огромный пробел здесь, ведь власти выписывают разрешение. Богдан Анатольевич, не нужно ли ввести в разрешение от местных властей еще и какой-то вот духовный запрос в церковь? Возможно ли провести такое-то мероприятие, чтобы и священство участвовало в том, чтобы подписать такой документ? Потому что такого бы не было вообще. Вы знаете, вот это шоу, это необычайное, дикое, дурновкусие, просто вот, не знаю, развернутое на максимум. Я не думаю, что прямо эти люди какие-то вот акутисты на уровне, вот там, не знаю, лидеров масонских лож. Но, конечно, все, что происходит, крайне оскорбительно. Вот для меня, для человека, который только что похоронил близкого мне чина семьи, это все выглядит крайне оскорбительно, крайне мерзко, крайне вот, ну, омерзительно. И, безусловно, я бы не хотел, чтобы это проходило в Москве, и тем более в том месте, где когда-то люди погибли. Но для этого не только служителей церкви надо привлекать, просто обычных нормальных людей. Должны быть какие-то общественные слушания, какие-то комитеты, которые оказывают хоть какой-то общественный контроль. Всегда любое действие, я считаю, должно проходить два фильтра. Это экспертный контроль и общественный. У нас зачастую есть порицание, но нет наказания в данном случае. Что можно инкриминировать этим людям? Оскорбление чувств верующих, например. Вот я, как верующий, Бог поругаемый, конечно, не бывает. Но мне это крайне неприятно. Но я понимаю, что ритуальная сфера, она крайне коммерциализирована. Ладно, люди зарабатывают везде, и мой друг работал в этой сфере, он меня консультировал, все. Но зачем вся вот эта вот крайне оккультная символика? Зачем эти полуголые мужики с рогами? Зачем обязательно уже покрывало, вот, топтать? Вот я близкого человека хоронил в этом покрывале. Поэтому я считаю, что, конечно, здесь, может быть, их наказать как-то жестко не удастся, но не надо допускать такие мероприятия. Они же выглядят крайне провокационно. Сами люди эти, вероятно, у них уже отупились некоторые чувства. Они не понимают, что они кого-то оскорбляют чем-то и так далее. Но, может быть, постепенно они дойдут до каких-то других действий. Помните, был такой деятель Тераганьян? Вот он считал, что, когда он рубит иконы, это просто перформанс, это просто, ну, такая театральная постановка. Но у кого-то это вызывало чувство не только оскорбления, но просто боль. Зачем же приносить боль другим людям? Если это приносит боль, то пусть общество как-то это регулирует. Не нужно сдавать в аренду эти помещения. А меня еще такой момент интересует. Люди, обычные посетители, которые туда приходят, и им интересно полежать в гробу, что-то там на себя примерить. Откуда вообще в людях вот эта тяга к смерти, этот интерес? И причем это же все на такой какой-то веселой ноте. Отец Геннадий, как вы считаете? Вот мне недавно задали вопрос, а вот почему вы против вот этих вот праздников, хэ-хэлоуина и прочего? Это же весело. Я говорю, ну я хочу, чтобы вам не было потом грустно, если вам сейчас весело. Вот это мероприятие, я тоже согласен с вами, что это там от недомыслия своего, недоумия своего, проводя такие мероприятия, надо раздувать, надо ходить. И надо постоянно их вот не давать им спокойно, это самое. Ну а с вами тоже соглашусь, что, но здесь я сказал бы, на уровне государства должно быть требовательность к тем, кто предоставляет эти площадки. Вот обнаружили такое кощунство и штраф тем, кто предоставил площадку. Штраф серьезный такой, чтобы... Правовые основания должны быть, это сгиняк. Ну так и, я думаю, нас может депутаты Госдумы смотрят, какие-то законы эти самые... Это же можно принять эти законы, да, по поводу того, что ответственность за такие мероприятия несут те, кто предоставил площадки и кто берет за это деньги. Ну ладно, взрослые пришли, там уже у них сформировался недалекий ум, который они не используют по большому счету. Но дети, которые приходят на такие мероприятия... Ну там, наверное, 18+. Я просто видел в роликах некоторых таких невысоких маленьких людей, вот, отец Олег, скажите, вот, на подростков такие вещи как действуют? Пагубно, разрушительно или еще просто как-то... То, что незаметно сразу, да, чем это в будущем грозит? Я думаю, что для здравого человека очевидно, что все эти ужасы на ребенка влияют пагубно, это травмирует его духовное состояние, его душу. И, к сожалению, да, далеко не только взрослые посещают такие мероприятия. Буквально, вот, супруга моя была в детском садике, сейчас там все обустроено в стиле Хэллоуин. Все эти черепушки, которые могут быть в виде конфеты, в виде чего угодно. Да, просто пройтись по улицам, буквально вот сегодня я ехал сюда, к вам, в студию, был в метро. Зашли женщина и мамой, девушка с матерью, с разрисованными лицами, какими-то сантанинскими. Потом чуть дальше прошелся, встретил другую, то ли девушку, то ли юношу с зеленым полностью лицом и так далее. То есть, к сожалению, это есть не только на выставках, посвященных ритуальному бизнесу, но и, в том числе, и при славе Вуты Хэллоуин никуда не делся. И это сказывается на душе человека. Эти духи, которых мы добровольно опускаем в свою жизнь, потом появляются в нашей жизни. Я говорю, ну что, ты же нам сам разрешил, ты же нас сам призывал, ты же сам наряжался, под нас косил. Простите за мавитон. Даже страшно стало. Снова на связи Игорь Викторович Иванешко. Хочется вас спросить, почему сейчас вот так хотят зарабатывать на смерти, развлекаться со смертью? Почему такая тяга в России у людей к этому, ну скажем так, к потустороннему миру? И это же действие произошло еще в Крокусе, где вот недавно был теракт. Это связано как-то? Вы знаете, по поводу тяги к смерти, изучения, вот некого такого состояния, связанного с прикосновением с потусторонним миром, ну это, скажем, сейчас такая тенденция во многих странах. И мы видим, что многие агентства, связанные с ритуальными услугами, например, в Мексике или в Южных Штатах, например, в Северной Калифорнии, в Новом Орлеане, захватили поклонники Санту Мерто. То есть это те, которые поклоняются культу смерти. И вот как раз они оказывают услуги похоронного, погребального, ритуального характера, и они транслируют вот эту сатанистскую символику. Католичская церковь в Мексике борется вот как раз с этими организациями. Они распространяют свою философию, вот любовь к смерти, связь с огромным миром на другие государства. Там подключаются еще местные сатанисты, и все это в такой коммерческой, культурно-массовой формации сейчас распространяется. Это навязывается, да, вот некое такое предложение, что давайте нужно по-другому относиться к смерти. Не в христианской традиции, а именно вот в соответствии с культом Санту Мерто, да, либо других подобных больших сект. А у нас тоже ссылаются организаторы таких выставок на статью 14, которую мы заимствовали, кстати, из французской конституции. И они тоже говорят, сатанизм не запрещен, эта символика не запрещена. Поэтому крайне важно все-таки нам выйти в Верховный суд на запрет сатанизма как международного движения в России. Сейчас готовятся экспертные материалы. Мы рассчитываем, что в ближайшие несколько месяцев все-таки Генеральная прокуратура выйдет с иском о запрете данной символики, запрете сатанизма в целом в России. А сейчас, вот на данный момент, даже по статье 148, я услышал коллегу, к сожалению, вот этих организаторов невозможно привлечь к ответственности, потому что по данной статье требуется, чтобы данное преступное деяние было совершено в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Поэтому у нас очень мало составов преступлений, то есть вступивших в законную силу приговора в судах по данной статье. Потому что нужно следствию доказать, что вот эти организаторы, они действительно хотели оскорбить религиозные чувства верующих. Поэтому на данном этапе сложно бороться с ними, да, но мы надеемся, что вот сейчас Генеральный прокуратур и Министерство юстиции все-таки изменят эту ситуацию, и дьявольская символика и эти мероприятия с элементами сатанизма будут запрещены. Спасибо, Игорь. Что же можно с этим сделать? Мы продолжим наше обсуждение через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это «Вечер на Спасе» и мы продолжаем. Страшнее призраков и вурдалаков на сатанинских праздниках могут быть только цифры расходов жителей США на Хэллоуин, традиционно отмечаемый в последний день октября. В прошлом году американцы потратили рекордные 12 миллиардов долларов на костюмы, декор, сладости и открытки, связанные с этим днем. В текущем году стало известно, что расходы могут составить более 11,5 миллиардов долларов. На украшения своих жилищ жители США тоже не жалеют ни денег, ни фантазии. На фасады они вывешивают человеческие скелеты и огромные паутины с пауками. А самые отчаянные украшают лужайки возле домов крестами над импровизированными могильными холмиками. В России после прошлогодней кампании о запрете Хэллоуина ему придумали альтернативу. Накануне 31 октября в публичном пространстве обо всё обсуждали Велесову ночь, посвященную одному из главных богов славянской мифологии Велесу. Несколько подмосковных школ объявили о том, что заменили иностранный праздник на русский Хэллоуин. Многие потом отказались от проведения Велесовой ночи. А вот в городе Амурске Хабаровского края он состоялся в одной из школ, о чём преподаватели отчитались перед родителями на сайте учебного заведения. И вот об опасности такой подмены Хэллоуина Велесовой ночью заявил святейший патриарх Кирилл. Основной пафос выступлений неозрических проповедников строится вокруг идеи, что христианство якобы исключает личный героизм и доблесть. Лживость этого текста очевидна. Наши святые воины – лучшие тому подтверждения. Но факт появления неоязычества с его культом грубой силой жестокости имеет место в том числе в армейской среде. Наблюдаются попытки привить неоязыческие симпатии и в образовательном пространстве. Имя Натальи Поклонской можно упоминать, можно не упоминать. Но не только в ней, но и, например, в переформатировании праздников. В частности, мне известно, что ряд государственных школ в регионах решили отмечать популярный в западной культуре Хэллоуин, переименовав его в Велесову ночь, чтобы придать ему оттенок якобы исконно славянского праздника. Вот такая подмена ценностей, фальсификация национальной истории, умоление о роли христианства в созидании государственности нашего народа есть некий вызов подлинным ценностям русского мира. Вы знаете, вот, мне кажется, скоро и науязычники скажут, вы оскорбляете чувства верующих, и давайте с вами будем судиться. Как к этому не прийти, отец Львян, ваше мнение? К сожалению, западное общество к этому уже пришло, и сатанисты требуют признать их традиционной, чуть ли не одной из древнейших религиозных организаций. У нас тоже есть опасность скатиться в неоязычество, а мы видим, что недавно в одном из регионов России, не будем наживать, или мы будем наживать, ставили памятник, статую идола Велесу, мурал появился, мы с отцом Геннадьем как-то в наших соцсетях это вместе обсуждали, тоже посвященный языческим богам. Некая известная чиновница у нас в последнее время стала активно пропагандировать, Наталья Поклонская, она написала, что она чуть ли не на шабаше ведьм, себя сейчас уже вообще как ведьму позиционирует. И это все преподносится под видом шлавянского такого национального патриотизма. То есть мы не пришлую веру исповедуем, а вот нашу древнюю отцовскую. Знаете, заменить отечественным хэллоуином западный хэллоуин, отечественная вера вели свою ночью, это все равно, что заменить западным криминалом отечественный криминал. Какая разница, если оно зло, отечественное, ну или пришлое, неужели и наши отечественные организаторы праздникова не могут быть, совершать какие-то неприемлемые богоборщики поступки? Конечно, могут. И с этой вересовой ночью нужно бороться еще более жестко, еще более последовательно, потому что оно может увлечь у многих от пути истинного на путь поклонения делам. Мы же видим, зашло уже даже в школу, к сожалению. Да, да, да. Ну, в общем-то, с этого оно и началось, что давайте в школах заменим, потому что дети же хотят праздника. С другой стороны, может быть, хотят праздника и ничего страшного, разрешите им. Все меня удивило, что уже многие православные священники, тоже отец Владислав Береговой, из большой аудитории и так далее, стали возмущаться этим происходящим. Со ссылками на телеграм-каналы этих школ, педагоги не могли не увидеть возмущение православной общественности, но тем не менее мероприятие было проведено. Это как некая уже такая демонстрация своей позиции, что нет, мы все равно это проведем. Ну, а как вы думаете, вот если дети, да, там, они переоделись в костюмы, наверное, какое-то представление у них было. А может быть, в этом переодевании ничего такого страшного-то и нет? Конечно, конечно, есть, есть. Да, потому что ребенок, средство, у него стирается понимание добра и зла. Даже на уровне эстетики. На уровне эстетики нормально ребенок понимает, что это фу, это противно, это некрасиво. А его привычают к этому. Это наносит травму в душе ребенка. Ну, понимаем, что ребенок, который ходит в храм, причащается с родителями, там, каждый воскресенье приходит, он переодеваться не будет. Все-таки та часть населения, которая совершенно... Ему как минимум объяснят, почему нельзя. Не понимает, что происходит. Да, те могут участвовать. Владимир Анатольевич, вы хотели что-то добавить? Я просто хотел сказать, что вот эта чиновница, Наталья Поклонская, она там говорила о древнем языческом празднике Самая. На самом деле ничего древнего нет. Никаких древних славянских традиций у нас не осталось. Это конструкт. И Самаян – это веканская выдумка. То есть это порождение людей, которые просто придумали язычество в 20 веке. Здесь нет ничего древнего. Никаких славянских традиций здесь нет. Возрождать нечего. И вообще всю славянскую языческую литературу, если бы даже такая существовала, мы, христиане, за тысячелетия бы спалили и уничтожили все, что было. Чтобы не было еречей. Александр, а как вы считаете, в чем опасность вот такого масштаба, как в Соединенных Штатах? Вот этого празднования миллиарды долларов, чтобы дом украсить, переодеться. То есть этого праздника такое ощущение, что ждут там больше, чем Рождества и Нового Года. Ну, про завтра я не буду ничего говорить, это их как бы дело. А опасность есть у нас. Само вот это внимание, которое и у нас появилось. Само внимание. У нас это началось со всех этих еще фильмов, с детства на самом деле, все это потихоньку. Мы же оттуда узнавали про эти праздники. У нас этого не было никогда, вот в моем детстве, да. В 90-е годы этого особо, ну, я не слышал. И это потихонечку, как правильно говорил отец, как окно, Овертон, оно работает. И в итоге оно приведет то, что происходит в Париже. Начнут заглядывать вот эти вот рогатые существа к нам в окна. Будем стараться этого всячески не допустить, поэтому это надо пресекать на корню. Здесь вот, я думаю, праздник Хэллоуина, его надо абсолютно запретить и не замещать ничем подобным. У нас куча есть своих праздников, спортивных мероприятий, еще какого-то поднятия по-настоящему духовно-нравственных ценностей. Потому что у нас год семьи. С высоких трибуны наш главнокомандующий говорит о высших моральных, духовных, нравственных ценностях. А тут мы видим какое-то как-то биполярное расстройство у нас в стране. А оно у нас во многих сферах, да? Заходим в центр Москвы, пошли в прошлый раз приложиться за братьями к мощам. После того, как, кстати, пресекли Хулу на царя Николая, одни стендаперы, учителя истории пытались программу такую сделать. В итоге мы им объяснили, пошли преклониться к мощам Алексея Мичева. И два магазина по пути мы зашли сатанинских. Два. Просто по пути, там идти 15 минут, два магазина. Пришлось вызывать сотрудников. Официально сатанинский магазин? Ну, там заходишь, типа, лавочка магии, лавочка, там, чего-то, ведьмочки. А заходишь туда, там, начиная от фалосов, кончая, крайний раз, я уже поимел наглость, отодвинул штору и увидел мастерскую, где изображены иконы Николая Чудотворец с рогами, там, со всеми делами. И самое страшное, что-то происходит недалеко прямо от храмов, я не первый раз замечаю. А что хотелось заметить? Я до недавнего времени жил в Киеве. Я вам скажу, что Хэллоуин праздновался постоянно, уже на протяжении, там, лет десяти, наверное, точно. Это та неделя-две, когда вот в каждом кафе, в каждом магазине, то, что на рынке нет тыквы ни одной, это факт, что все вырезаются в садиках, в школах. Я думаю, ну, а куда мы катимся? На какой вакуум все-таки это все зашло? Отец Геннадий, видимо, что и в России этот вакуум появился. Из-за чего заходит такая вот темная страна? Я, кстати, тоже с Украины, там, хочу добавить к этому, постоянный праздник Ивана Купалы, это обязательно, это везде, целый фестиваль, в моем родном городке проходил целый фестиваль, там даже язычники поставили были и дала бесплатно, мэр согласился, ну, бесплатно же поставили, да? Но потом мы потребовали духовенства, его таки убрали. Опасность вот этого, этой замены, это еще страшнее, чем вот это, вот Хэллоуин, потому что это как бы чужеродное, и, ну, как бы игрались вроде бы то все, но здесь же подмена идет непросто, да, это, знаете, как отечественный криминалитет, это страшнее, чем за рубежом, потому что он здесь, в нас, он корнями здесь нас порос, да, мы прикрывать его будем, чужих мы сдадим, а своего мы не сдадим уголовника, так и здесь, Наталья Поклонская, все остальные, понимаете, у народа всплеск патриотизма, здесь не о пустоте идет, а всплеск патриотизма идет, и тут же ему подсовывают, если ты патриот, я русский, так вот тебе, это же вера наших предков, да, это же вера наших предков, это же вот, а вот это все пришло к нам, это христианство, там, ислам, это все пришло, а вот Вот оно, вот оно, наше, исконно русское, вы правы, а его-то нет, это пузырь. Любой солдат, например, на фронте, там сейчас тоже говорили об этом священники, говорят о том, что всплеск идёт именно потому, что патриоты, патриоты воюют, и им подсовывает это. Но любой солдат может создать свою секту неозыщников, потому что придумай себе ритуалы и дальше действуй. И с ними бороться сложнее, потому что развенчаешь одну секту, так сказать, язычников, а сами скажут, а, ну, только всё правильно, это не наше, мы-то другие, мы верим, у нас другое, это Велесовы, а мы даже боговцы и так далее. И понимаете, вот в чём вся проблема. Здесь нужно очень жёстко взяться сейчас, потому что потом действительно будут проблемы, они будут требовать защищать их чувство. А что можно противопоставить тому же Хэллоуину, Алексей Сергеевич? Из-за того, что в диалоге сегодня дошла до той критической нормы, так сказать, которая практически за ней уже распад страны, а мы, так сказать, с 90-х годов создали полностью криминальное государство, которое сегодня и олигархическое, и ориентировано на всё, что угодно, кроме на спасение собственных детей и развитие наших действительно православных традиционных ценностей, мы пытаемся удержаться на землю краю со всеми за их. Значит, надо ввести действительно реальные существующие законы, ввести священников в церкви, как бы так ни хотели. Пускай будут все религии, пускай они будут, так сказать, обсуждаться, пускай это будет дискуссия в обществе, будет, так сказать, социальный консенсус. Но пока мы пытаемся, так сказать, рассказывать про Хэллоуин и про всё остальное, смотрим фильмы, мы ещё, так сказать, советские люди периода, ещё можем сказать, дети, что они полностью без этой прививки, так сказать, да, они не выживут. И мы сегодня поставляем через игрушки, через, так сказать, существующую порнографию, там, или там, фаллосы в магазинах. Это вся та мерзость, которая будет дальше двигаться. И без религии, без смычки такой церкви, которая сегодня отделена от государства, найдите эти мостики. В идеологии, так сказать, православном подходе, какие-то совместные праздники для меня народа. И вот эти мостики подтяните общество к церкви и церковь к обществу. У нас и другие религии тоже подтянутся. Посмотрите, как у нас сегодня и ислам, так сказать, и иудеи, и православие договариваются. Что же, так сказать, народы, которые испоют эти религии, не могут договариваться? Могут. Поэтому эту сумерность надо гнать. И примерно, так сказать, те существующие, да, для нас, и законы, так сказать, и порядки, которые позволяют нам вычислять то, что всё нам чужеродное, и дождаться действительно честному православию, благодаря которому мы до сих пор живы. Будем искать эти самые мостики и подводить итоги после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь с нами, после мы договорим. Это «Вечер на Спасе», мы продолжаем. Сегодня мы говорим о том, как без лишнего шума сатанизм коварно распространяется по всему миру. К сожалению, не обходит он стороной и нашу страну. Друзья, подводим итоги в этой части. Что же можно противопоставить этим тёмным силам, чтобы у нас это не то, что не распространялось, а оно было пресечено на корню? Знаете, с моей точки зрения, Хэллоуэнда – это чисто западная традиция, она мне не нравится. И меня, но прежде всего, я к ней отношусь негативно, но прежде всего, почему? Потому что она размывает нашу идентичность, на мой взгляд. Чужеродная традиция, которая размывает идентичность. Поэтому, исходя из обратного, всё, что подчёркивает, сохраняет нашу идентичность, нужно усиливать. И в этом случае мы будем успешно бороться с этим чужеродным явлением. Но этих явлений, которые усиливают нашу идентичность, их очень много. Это и в области гуманитарных наук, это и в области религии, это и в области воспитания, и в области, собственно говоря, культуры. Потому что мы же все, чего здесь грех оттоять, и наши дети живём в сфере англоязычной культуры. Мы смотрим американское кино, да, там американские дети празднуют Хэллоуэнда. Мы слушаем музыку англоязычную, мы находимся в соцсетях, чаще всего тоже с этим связанных. И это впитывается всё даже вот через вот эти фильтры, которые стоят. Всё, что усиливает нашу идентичность, должно как-то работать больше и больше. А как усилить нашу идентичность, Александр, что вы думаете? И в каких сферах? Без Господа нашего Иисуса Христа нам это невозможно. Мы со своей стороны, вот как в движении 40-40, мы молимся, молимся регулярно, по-братски, в открытую, громко, проводим спортивные мероприятия. Мы делаем, я вот уже неоднократно говорил, на этой передаче везде. Мы не просто там что-то мечтаем и говорим, а мы действительно делаем. Мы выходим во дворы, мы общаемся с молодёжью, мы шумим везде, мы пытаемся пресекать. Нам порой не хватает рычагов давления, какого-то поддержки, но мы не стоим на месте. Поэтому только через мультфильмы, через общение, через спорт, через храм мы все должны спастись. И общее покаяние нашей страны, без него никак вообще. То есть люди должны не то, что покаяться, прийти, грехи раскатить, а изменение ума. То есть перемены ума, мы должны посмотреть на всё. Я вот, кстати, заметил сильное изменение ума у людей, когда случилось всё в Курске, и мы с братьями тут же, мгновенно, прямо в ближайшие дни повезли гуманитарку. Абсолютно другое же отношение даже между собой у людей. Ну, то есть и на Донбассе это было, но вот Курск, уже наша семья. Уже всё, уже не до машин, не до ресторанов, не до хэллоуинов. Всё, друг другу помогать, семью спасти. В храм пошли уже, свечки ставить, молиться. Ну да, к сожалению, это после каких-то тяжёлых и страшных событий становится заметно. Просыпать человек. Алексей Сергеевич, на Ваш взгляд, что должно быть первостепенным в борьбе с этим сатанизмом и всем остальным? Нужно вернуть веру человека в самого себя, понять, что богоподобные существа и любое другое неприятие данной истины, она не то, что отдаляет от Бога, она растащит тебя к сатане, это первое. Того нужно изменить полностью отношение, потому что мы вроде как и не в баллонском процессе, но баня рейдику системы пока никто не отменил. Мы вроде за играми с молодёжью, но чёткой мотивации мы им не дали. Третье, мы до сих пор работаем на кадры золотого миллиарда, потому что мы не знаем, индусы или китайцы здесь будут устраивать ту экономику, которую англосаксы нам уже не дают, а мы могли бы реализовать, но пока не понимаем, вокруг чего это всё устраивает. И четвёртое, самое главное, священник должен стать тем и наставником, улучшительным настолько, и Иисус Христос, и человек, который нас ведёт через всю эту тьму, как это сатанизм и мракобесие, действительно к светому будущему, при поддержке полного государства и полном анализе тех ересей, которые окружают сегодня всё наше общество. Прекрасно, спасибо. Отец Геннадий, ваши выводы? Ну, самая большая беда – это хладнокровие и равнодушие наших православных, потому что вот ведь учителя в этих школах, они же православные. Вот эти на выставке православные же, два года назад крещённые, они православные. Отсутствие той самой памяти смертной у этих людей. Отношение к православию, к которому они себя относят, спроси, вот и кто, он скажет, я православный. Отношение к православию как одной из версий происхождения мира. И такое сплошь и рядом, и вот даже в школах, да, вроде бы основы православной культуры, или там где-то в Чечне исламской культуры и так далее. Ну, там в Чечне проще, там учитель не позволит себе такое выйти, сказать, как у нас, здесь, выходят и говорят, я в это, конечно, не верю, но буду вас вести в основы православной культуры. С этого начинает учитель. Так тогда, может быть, надо поменять этого учителя, может поставить туда учителя православного, в конце концов, священника взять туда, чтобы он мог читать эти основы православной культуры. Потому что вот когда обретут Христа, тогда начнут понимать, что такое хорошо, что такое плохо. А до тех пор будут у нас вот эти все прыжки туда-сюда, потому что ярче, вот, зрительность, зрелищность вот этого, вот этих всех Велесовых дней, вот этих всех, оно побеждает. Я вот просто хотел бы посмотреть те школы, пойти, что у них происходит на Рождество, что у них на Пасху, какие у них там праздники происходят, как они их празднуют, празднуют ли вообще. А обращаются к вам родители таких детей, которые подверглись некоторым таким вот праздникам в школе, в садике? Да, с площадью рядом обращаются. Что потом дети меняются, они какие-то становятся неуправляемые. Единственное, что я могу сказать, что, ну, не ведите детей в школу, потому что, ну, вы возмущаетесь, мы возмущались, ничего не помогает. Ну, тогда не ведите детей в школу. Ну, тогда получится, как какой-то архиепископ католический сказал, три дня сидеть дома надо, потому что вот они, вот это вот сатанизм беснуется и показывает свою зрелищность всем. Да, ну, то есть получается, что в некотором роде он уже победил там. А как вы считаете, что должно произойти, чтобы больше людей обратились к вере, пришли в храмы и наконец-то поняли, что без этого никак? Ой, вот он прав. Курск должен произойти с каждым. Не только Курск, я думаю, и Крокус, и Курск, и вообще все вместе. Да, да, вот. Человек приходит к Богу только тогда, когда ему плохо. Давайте прямо скажем. Да, да, я абсолютно не согласен. Или есть угроза того, что будет очень плохо. Вот тогда и появляется, что, ой, все бренно. И как только страна хорошо начинает уходить. Все же бренно, все умрет, все вообще. Ну, потихоньку же просыпается страна, ведь многие столкнулись с потерей близких, с потерей крови, в конце концов. Когда кровь была война, прости господи, тогда человек понял, что все самое ценное, можно взять за руку и убежать, все. И ни машины, ни счет, ни остального. Ни тревожного чемоданчика никакого не надо. Я взял самостоятельно своих детей. Девять человек сел в машину, посадил их и уехал. Спасибо отцу Ольга, который помог нам определиться в Ставрополе. А так вот, а все остальное, все, что нажито не по сильным трудам, две куртки, три, три магнитофона, все, все там осталось. И партигары все остались. Да, да, все осталось. Отец Ольга, ваши выводы? Знаете, от выпуска к выпуску, говоря одно и то же, что в контексте вопросов демографии, что заигрывание с сатанизмом, нам хватит играть в светское государство. Потому что светское государство уже показало свою нежизнеспособность. Только действительно воцерковленное общество способно, и вот в контексте демографии, я по этому говорил, самовоспроизводиться. Атеисты не размножаются, как ни странно. Размножаются люди религиозные, если вот глобально на это смотреть. И пока мы не бросим все силы на то, чтобы наше общество воцерковилось, государственные ресурсы и так далее, у нас проблемы будут только увеличиваться в их числе, и в какой-то момент они станут критическими. Русская цивилизация может вымереть, если не будет многодетной семьи, если не будет воцерковленного общества. И на нашу землю придут другие люди, которые верующие по-своему, но верующие, которые многодетные, которые не увлекаются всяким сатанизмом, тыквами, хэллоуинами и верлисами. Вот так. Да, то есть по их примеру можно сказать, что все-таки это возможно, когда люди живут без этого и, в общем-то, прекрасно себя чувствуют. Да, конечно. Спасибо вам большое за этот интересный разговор. Это был «Вечер на спасе». Всего вам доброго. До свидания. Ждем вас в следующей программе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...